Всех этих женщин объединяет общая проблема. В их квартирах нет тепла. Буквально на днях из труб отопления жильцы спускали воздух, но это не принесло никакого результата. И по ниточке, представляете, ниточка маленькая течет, вместо струи. Должно же, если воздух быть, оно сразу пробьет воздух, и потом вода сразу течет. А это прям струечка, и мы полчаса стояли, и на стекло только стаканчик воды. Лев Михайлович живет на первом этаже. От холода его спасает обогреватель. Но помимо отсутствия в квартире тепла, он страдает от сырости. Стены комнат покрыты испариной, а одежда и обувь в прямом смысле утопают в плесени. Так выглядит его кожаная куртка. А это ботинки, хранящиеся в шкафу. Такая ситуация возникает каждый раз после затопления подвала дома. Все течет. Канализация. И канализация течет. Потому что здесь очень сильная вонь. Комаров очень много при входе в тамбур. В прошлый год они приносили насос, выкачивали все. Вроде ничего. В подвал затапливают подступающие грунтовые воды. Так говорят сотрудники треста жилищного хозяйства. Время от времени они откачивают воду. А отсутствие в доме тепла коммунальщики объясняют так. Возможно в системе отопления остались воздушные пробки. Кроме этого среднесуточная температура воздуха на улице позволяет котельной заводы Лепси экономить топливо. Вот они нам сказали, на улице еще тепло. И на полную мощность котельная не топится. То есть если у них 38 градусов, 35, значит это нормально. Но вы вот сами трогаете, видите какие батареи, что они могут дать, какое тепло. Так или нет, но коммунальщики заверили жильцов дома 15 по Вертлинской, что в ближайшее время тепло в их квартирах появится.